В удивительном старом городе, в древнейшем средневековом замке, появился странный неопознанный объект, который притягивает к себе своей загадочностью. Что же это? Всем привет! Реклама визит снова с вами и, как вы уже догадались, сегодня мы узнаем тайну загадочного кукола. Здравствуйте, Василий! Расскажите, что же находится внутри этого купола? Ну, как главный уфолог города Выборга, могу сказать, что да, прилетели с планетарной системы Трапест-1, устанавливаем контакты. Если серьезно, там много чего интересного находится в этом куполе, здесь и история, здесь и новые технологии. Вкратце могу сказать так, что купол представляет собой большой сферический кинотеатр. Да, вот весь купол, это весь один большой экран. И внутри, в данный момент, идет проекция фильма «Вид сверху», снята с башни Святого Волоха, даже не с башни, а над башней. Если мы учтем, что смотровая площадка 37 метров на высоте находится, то камера наша стояла на высоте 60 метров. Съемка влазь в режиме таймлапс, то есть вы можете увидеть всю панораму, сферическую панораму города Выборга. И днем, и ночью, восход, рассвет, дождь, снег пока нет еще, потому что летом снимали. Плюс идет исторический фильм сопровождения со старыми интересными фотографиями, пролеты над городом на квадрокоптере. Ну, интересно, это новое, что-то новое, это уникальный проект, и в России больше нигде ничего подобного нет, не существует. Плюс сейчас сезон туристический уже подходит к концу своему, народу практически нет, только по выходным бывают еще посетители. Мы сделали программу для школьников города Выборга. Мы предлагаем ребятам посмотреть фильм о Выборге с пролетом над городом, и два фильма. То есть один исторический фильм про Выборг с полетом над Выборгом, и второй на выбор фильм по астрономии. Пользуются спросом как у горожан, так и у туристов? Горожане больше задается вопрос, что же все-таки такое прилетело здесь у нас на замок. Многие говорят, что он, ну, кто вообще поставил такую штуку в историческом месте. Могу сказать, что он очень, кстати, неплохо сюда вписался, то есть думали, что будет как раз хуже. А он как такое пятно, как, получается, принцип внешнего контраста, да, то есть современная архитектура в исторической застройке. И очень неплохо получился такой космический объект на фоне средневекового замка. Довольно неплохо, интересно смотрится, ну, практически как пирамиды в Луврии же видели. Вот есть подобные удачные моменты, пока он здесь в данный момент вписался. Насколько рассчитан этот проект? Ну, задумался этот проект как на время как раз реставрации башни Святого Олова, потому что люди не могут подняться на смотровую площадку, а всем хочется посмотреть выбор, ну, во всей красе, с высоты птичевого полета. Мы предложили такую альтернативу с помощью современных технологий, как раз вот замена подъема на башню. Так же он получился как социальный проект, потому что многие люди не могут физически подняться на башню. Инвалиды или просто пожилые люди, или кто-то боится высоты. В данном исполнении любой человек на коляске или на чем-то, на чем угодно, может сюда приехать и посмотреть выбор сейчас высоты птичьего полета. Вот. Как долго мы будем стоять? Ну, точно будем до момента открытия башни. А там посмотрим. И у нас в планах есть создание исторического фильма про взятие выборга в момент Северной войны, которым первым, к генералам Апраксинам, именно в сформате сферического кино. Тоже уникальный проект. Теперь мы знаем, что внутри купола находится современный сферический кинотеатр. Нам понравилось и вам советуем. Анна Кирсанова, Владислав Катана, реквизит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова